Приветствую всех на WorldSuite Online и несмотря ни на что даже в черную пятницу мы проводим обзор звук пропал у всех звук пропал да что ж такое как только сразу со звуком проблемы как только запись начинается слышно все слышат тест раз два три и мы начнем с новостей которые нас ждут на следующей неделе и так еще раз поставьте плюсик в чате если есть звук если нет тогда плюсик да у кого нет звука те в принципе не могут услышать мою просьбу поставить плюсик поэтому спасибо так ну сергей за помощь на следующей неделе в понедельник new home sales 10 минут по чикаго по штатам вторник под если будет более-менее спокойной как раз думаю после праздников будут отдыхать и понедельник принципе тоже можно спокойно без особых там волатильных моментов потом у нас идет среда в среду gdp это ввп крайне советую внимательно просмотреть по отчетам какие там у них ввпшки 830 как раз на открытие америки в 10.00 по чикаго жанет елен спикс выступает с каким-то докладом пока не знаю о чем будет идти и и доклад но это не фомка поэтому переживать особо не стоит значит джоблесклеймс четверг и принципе все следующая неделя более-менее спокойно единственный штормовый момент это среду 29 числа может быть плохой отчет по ввп вдруг но всякий случай будьте аккуратны те кто прислушался к моему совету и рассматривали точки входа на байп по снпф там по американским рынкам да и принципе потихонечку они вытащили все-таки котировочку сейчас 2602 если вам видно на трансляции я включу дневной таймфрейм вот у нас неделя была такая себе но итог недели есть как вывода не стартанули и дельта уже особо не радует но уперто все-таки толкали наверх дед ну вот я недельки 3 или 2 точно напоминал о том что перед black friday ну просто фундаментально необратимый процесс идет это в киеве вкидывается потребительский кэш в общую в общий котел покупаются подарки и распродажи достаточно сильно мотивирует и стимулирует экономику растет сейчас скажу где-то с 15 до 15 числа и вот по сей день потихонечку вытолкали на 26 2 0 и выше так по остальным странам на следующей неделе у нас ввп вторник по британии запасы сырой нефти 18 30 по сша потом китай в четверг рано утром индекс деловой активности производственным секторе и германия изменение количества безработных это будет на часов в пятницу тоже по германии отчет будет по деловой активности и ввп по канаде вот такие отчеты я рекомендую на следующей неделе промониторить и посмотреть значит за третий квартал ввп планируют аналитики и что будет по сша выше трех процентов по британии за третий квартал как раз на одну десятую меньше планирую что читается англичане ну будут отчеты будем смотреть на реакцию рынка принципе квартальный ввп не столь так ажиотажно встречают на ул-стрит вот как раз годовой либо же там очень сильные изменения могут вызвать сильный бум или ажиотаж учитывая этот факт что новогодние праздники все ближе и ближе будет и новый год и так далее после этих праздников в принципе будет немножко в экономика истощена вот этими распродажами покупками потребительской активностью и тогда можно принципе подождать вернее поджидать какой-нибудь коррекционный момент вот я посмотрел вот думал еще в сентябре начнется хотя бы первые подвижки но нет дотащили пока дом нового года посмотрим что будет после 2 января если не ошибаюсь мы как раз вот на следующей неделе в понедельник или вторник разместим расписание на сайте по новогодним праздником по основным биржам поэтому все торгуйте под семье либо же евроx либо же на крипто валютных биржах у нас их там пять вроде расписание будет по новогодним праздник какие биржи когда не работают когда работают вы тоже важно чтобы вы могли себе планировать отдых далее у нас ртс сейчас мы погрузим данным скажите друзья видно вам дневной таймфрейм классов по файл по индексу ртс сейчас трансляция хорошая идет или качество нужно включить посильнее повыше но я включил авторежим должны в принципе показывать хорошо кто есть в чате wall street онлайн я в понедельник вас попрошу протестировать со мной комнату мы будем на ютюбе все таки пытаться транслировать либо же в google hangouts там более проще для трансляции сервис и спокойнее можно это все дело настроить так что кто будет свободен потестировать комнату буду очень благодарен и так слышно меня есть трансляция индекса ртс подгрузился у вас товарищи супер спасибо большое так ну приступим динамика была конечно с 15 числа намного веселее чем на индексе стандартный курс 500 стремительно практически без таких сильных коррекционных моментов сейчас мы рисовал очка выделим одну секунду михаил по ниже 3 процентов я вы знаете я я только забуду если они выйдут ниже трех процентов причем примерно хотя бы так два процента как раз это будет неплохим мотиватором для нисходящей динамики снт просто уже надоел постоянно на покупку идет и уже как бы точки входа на шорт можно вспомнить как они вообще открываются шерты потому что такой постоянный рост это нездоровая динамика и так индекс ртс все неплохо из основных сессий у нас 22 и 21 21 тонна на рост принципе по селером были вот 3 2 и 6 и 7 дельты по продажам сегодня у нас идет нулевая дельта то есть ничья по равновесию сил и это в принципе перед выходными даже неплохо то есть в результате того что пять дней был рост буквально четверг немножко там стеснялся проявить себя в качестве байра сбросы покупок явно были сегодня многих трейдеров перед выходными на всякий случай тем более black friday и так далее в общем от греха подальше многие я думаю перестраховались и вышли соответственно все это отпечатывается не крупной дельтой на шорт а непосредственно нулевой дельтой то есть байеров видимо просто скупает все что там по шортам идет и давайте посмотрим по открытому интересу так ли там подтверждается ли вот смотрите видимо подтвердились мои предположения даже чуть-чуть больше позиции открытых чем вчера 404 тонны и 407 сегодня то есть видимо не весь тренд мы увидели давайте посмотрим по дельте а что же там у нас происходит вот там где был фикс я ну там вот здесь они чуть зафиксили 386 и 404 вот как раз четверг приток был неплохой по дельте здесь даже чуть целера были это менять немножко картину судя по всему могли на открывать шортов и сейчас просто выносят с топори селером но все равно дельта нулевая а вот открытый интерес только прибавился по объемам тоже неплохо 395 тонну не ажиотажно но бывало побольше значит давайте выделим уровне поддержки в любом случае если это сценарий на шорт нам как минимум нужно пройти вот этот достаточно популярный у байеров коридор на этой неделе 115 115 250 однозначно пробить и это первый такой барьер перед шортами так и не работает у нас вот есть все маленькая запинка корректируем сейчас вот даже чуть на 30 поставим вот как раз так будет точно и на 75 прозрачность теперь я думаю вам хорошо видно вот этот коридор 115 на 250 в качестве поддержки потом плотненько так прошлись еще вот если посмотреть был коридор на минимуме среды и на максимуме четверга вот прям же тоже на заходили давайте сейчас мы зафиксируем тут дельта посмотрим на пятнашки и так здесь обратите внимание вот по двадцать четвертом числу сейчас я вернусь гнев кому мы рассмотрим непосредственно четверг пятница потому что это очень важно обратите внимание насколько системно я думаю что михаил это все еще тянется он от гринспана этот состав который на депо стоит постоянно они как включили тогда сильная сильную этот танк не транквилизатора вот как запустили бомбу замедленного действия и мыльные пузыри и вот эти экономики раздутые смотрите как системно достаточно так таймфрейм особо это соблюдали в течение недели по ртс такие ровные плавные движения по байрам аккуратно без особого ажиотажа какой-то супер вброса а вот четверки пятница сейчас мы рассмотрим более детально отметим уже до самого до 112 уровня все по поддержке там просматривается неплохой такой так здесь у нас 25 на поддержку мы ставим даже 30 вот это кусок вторника и среды утром на минимуме де-факто 14 14 350 по 650 потом вторник немножко тоже так проявил свою активность активность вот эти два дня 21 и 22 более ну больше внимания стоит уделить а как там хотя бы дельта зашкаливала за ну было было за байрами поэтому все внимание на эти сессии а вот уже по 24 числу сейчас мы рассмотрим поближе посмотрим а что же целый день происходит и тогда можно делать выводы там были дальше покупки либо же все-таки снимаются топори у солеров по вот этим трем дням тут два дня в принципе на покупку тут без кастомизированного не обойтись сейчас он вам подскажет где тут чё тут основной коридор и это вот здесь он заканчивается день прям такая 112 500 очень и по 113 100 это самое основное по дельте коридор широкий конечно но посмотрим по объему какой из них там так ну по сути можно даже до 200 опустить даже 2 до 200 как раз будет она это в дельта за вот эти три сессии которые они входят в состав недели но все равно на всех случаев ска вас будет открыть . возьмите внимание если начнется коррекция у нас подряд было раз два три ну допуск 4 5 6 7 7 торговых сессий на рост и пока такой существенной ни одной коррекции ртс может и больше выполнить дни подряд на рост но тут как бы видите значимый уровень и локально и в принципе в 116 пока так очень как ошпарились отскочили то есть 115 116 116 так точно здесь уже третий подход я думаю что он будет удачный этот раз потому что чем чаще подходит причем видите уже динамика повторного возврата сколько насколько бы не откатился маркет все равно вернулись на этот же уровень за 7 дней и потенциально нефть пока держится сегодня у нас 58 отметка по 7 и по бренд 63 соответственно для российской федерации это неплохая стоимость барреля то есть не негативно как раз наоборот в сторону более положительных динамик смотрим по фондовому рынку особенно нефтяной сектор так нефтегазовый сектор забыл отметить вот этот уровень и тут явно просматривается ступина 600 два дня подряд один тоже уровень пакуют байера и давайте вернемся на 15 минут на таймфрейм то есть с сопротивлением здесь в принципе вот вся верхушка пятницы и сто шестнадцать семьсот или 650 наших сет это тактический уровень в принципе даже без объема можно выделить тут потолок контрактом максимум так март 2017 как раз вот за полгода посмотрим сейчас сколько примерно давайте с июня возьмем котировочку потому что март это уже далековато вот как раз начнем с июня дневной таймфрейм и ну посмотрим по акциям сбербанк и газпром динамика насколько совпадает по ртс у с фондовым рынком так начнем мы отчет самой нижней сессии 21 числом 21 июня 2017 года скоро новогодние праздники и напомню что те кто в планировали приобрести платформу волфикс годовой пакет к новогодним праздникам мы делаем всегда бонусы и акции можно купить с скидкой там до 30 процентов особенно годовые пакеты поэтому не пропустите рассылки будут совсем скоро и так ядро в ликвидности по ртс у тут оставим смело 112 по 113 самая такая востребованная котировочка была с с началом летом и после день то есть удержали плита еще раз удержали и коррекция сброс был достаточно жесткий но стресс стресс тест выдержали сейчас снова вернемся к этому вернулись к максимуму соответственно потенциально может быть там поделим вторник еще заминка если увеличится дальше дельта на шорт соответственно либо третий раз мы снова будем прощаться 116 но при такой при такой цене за баррель нефти ну как то ну либо повторному сбросу сбрасывать по стопорям либо же это какой-то нонсенс вот смотрим по корреляции со сбером белый график это ртс а вот сбер у нас серенький я думаю вам хорошо видно собственно сбербанк серый график вот он мы сейчас будем его рассматривать три дня идет на снижение ветер с 22 числа индекс с ртс эти три дня даже пытался идти выше соответственно может в понедельник отыгрывать это движение и будьте осторожны сейчас мы газпром еще добавим только на корреляцию мы возьмем не все лето конкретно с сентября это как раз сезон для нефти нефтегазовых компаний это как раз мешало хорошего сезона закупки топливом перед зимой так а вот давайте сейчас он сделал более ярче второй график чтобы вы не присматривались а вот оранжевый это газпром белый это индекс ртс это с начала сентября вот по сей момент тут как бы все тип топ единственное что видите где закрывает газпром свой день с эту пятницу в отличие от ртс фактически ближе к минимуму неделю то есть протестили они макушку и сбер особо три дня идет на снижение вот ртс с чем это связано и пока не известно я думаю может с рублем и потому что с таким баррелем нефти тут как бы объяснение только по рублю вопросы могут быть а так принципе но пока не стоит унывать я думаю что после новогодних праздников динамика точно должна восстановиться но пока дельта по крайней мере из вот шести сессии 4 идет на покупку это по ртс давайте посмотрим по фондовому что там происходит сбербанк берем нас мтем фрейм вот тоже сбербанк самая фономальная дельта 3 миллиона была как раз 192 по 200 даже 200 к 200 по 2005 2006 отметку 3 миллиона дельта то есть пакет был но платформа с которой ушли и пока вот три дня идут вот и линка так на снижение вернулись к двести двадцать третьему давайте это все на профиле зафиксим и так дельта миллион было вчера и 2 строго почти 200 тысяч ну с такими дельтами опасненько будут сразу запрыгивать в шарты но обратите внимание что в пятницу они все-таки остепенелись и рвут наверх то есть вот идут покупки даже на максимуме вот у нас идут массивы селлеров где они в основном размещались особенно на сопротивление те кто на покупке стоит либо же планируют в понедельник зайти для сопротивления вот коридор 237 по 232 и 3 тут два дня причем вот там во второе число но видно что весь коридор прям усыпали хоть там и не супер крупные объемы но 21 числа там крупненькие были здесь весь коридор просто вот фактически каждый тик и потом ученый четверг неплохо его отработал этот как дольщик такой достаточно неплохой объем бросили вот как раз по 230 это было 233 10 10 тысяч вот 214 тысяч и 266 тысяч ровно по 31 это был 21 числа это вот я отмечаю самые такие аномальные активные зоны цены вернее не зоны на цену так ну байра чуть поскуднее ситуация тут и еще 323 1 и 3 тоже 190 а у байра тут скучнее буквально один уровень это 32 это его уже забыли выше 200 у практически нет в этих сессиях и так тут у нас миллион на шорт а здесь у нас уже полмиллиона на бай и покупки все концентрируются на максимуме пятницы выделим этот коридорчик ну по сути его использовать можно в каком ключе если понедельник будет трепетно относиться коридору 227 228 и постараются не пустить ниже соответственно те кто размещали покупки непосредственно в этом коридоре проявляют просто очень трепетное внимание тому чтобы котировочка не ушла ниже среднеизвешенных их покупок ну не затащила в общем цен цену в зону боли красную зону соответственно у нас на на рост будет первый такой коридоров с вопросом это 229 229 с половиной тут немного объема но есть и вот уже по по веселее будет на 230 с половиной по 232 с половиной в общем весь этот пятачок который тут за два дня нас нас собирали это уже будет посерьезнее сопротивление если уходим ниже вот этой локации соответственно сейлеры которые здесь размещались восстановили контроль и вернули цену в более оптимальную для них цену 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 диапазон так как если они там разместили и в пятницу вот этот маневр который устроили до 228 потенциально могут и на стопоре на самом деле разместить ну вернее толкнуть на стопори и потом вернется обратно соответственно сценарий если возвращаются на 226 отметку и ниже то есть понедельник не отрабатывает этот уровень как раз возвращаются и спокойненько дальше идет шарты по дельте там по открытому интересу на фьючак посмотрите могут погружать то с покупками может быть вопросик если будут как-то вообще без особого интереса расширять либо не расширять на 228 то это может даже не отработка будет а как раз наоборот возврат ниже 225 в общем с покупками потом паузу лучше взять и присматриваться к шортам а вот с покупками сценарий в понедельник это уверенное пробитие 228 причем так на хорошей динамике с хорошим объемом по объему смотрим в районе четырех с половиной четырех лимонов у нас идет с 21 после 7 и 7 то есть вот почему от этого внимание на этих двух сессиях они топовые по неделе за неделю то есть здесь было восемь с половиной как раз вот ровненько коридорчик выдерживает крупный игрок эти же цены за два дня частенько торговали ну в общем этот уровень не держали как видите поэтому возьмем качестве поддержки выделим с 15 числа получается у нас идет саппорт того уровня можно и шире взять захватить еще остальные два раза не уделять но это немножко переборщил а как раз вот они коридор этот и удержали тут 15-16 число старалась протестили в 20 ушли наверх и вот повторно пятницу то есть принципе с покупками даже если этот уровень пройдут ниже лучше повременить а с этим уровнем третий раз под под подход к саппорту в принципе будет сомнительным по надежности события поэтому можем восстановить динамику три дня идет одинаковая фактически фликвидность и активность но не не самое показательное как видите бывало и получше и лучше были времена по сберу газпром по газпром у нас восстановили такую интересную активность смотрите три с половиной миллиона оборотов и тоже повернулись к максимуму мы смотрели когда на ртс я это подчеркнул поддержку отметим так надо убрать alert и все то сейчас начну срабатывать девятьсот шестьдесят семь тысяч это только дельта при ликвидности три с половиной миллиона за день за сессию то есть миллион только дельта если посмотреть бит и ask то у нас получается разновесие вот миллион двести и два двести то есть два раза чуть больше перевес получается в среднем так на вскидку то есть двадцать первое число достаточно хороший перевес то есть это не слабенькая дельта это как раз наоборот достаточно весомый аргумент для поддержки в левел один левел сто тридцать два и еще один левел это сто тридцать и девять мы выделим покажу что там было значит 150 сто двести пятьдесят девять это все было двадцать первое число самая к топовая дельта на этой неделе активность размещения и сто семьдесят шестая два раза вот перевес тоже на сто тридцать два и девять отметка сейчас 133 и 5 по сегодняшней сессии 764 тонны мы с вами сбер смотрели там полмиллиона дельта здесь на газпроме 764 и отличились по ценам значит тут восемьдесят восемь тут сто сорок девять сто пятьдесят шесть как видите все сессии кроме вот четверга были за боем так по поддержке стоит я думаю даже взять 15 минут на таймфрейм и более детали это все разложить обратить внимание на ликвидность она вся фактически вот расплылась два с половиной вот распределилась на 133 и 4 коридорчик как слышно за качество звука потому что я заметил что течение в записи что-то падает звук и туалетов период на нагрузка на пока идет сильно уже после час трансляции постараемся вложиться в часик если успеем 40 минут итак поддержка 131 с половиной 132 пока удерживает свой контроль тут есть уже три раза даже четыре размещения и вернее одно размещение три поддержки тут как только подходят сразу же выбрасывают вот точно по дельте импульсивно видите сразу разворот идет моментально все три раза даже никто не не даже не задумывались потом поддержка проявила себя уже 133 и тут смеленько можно брать даже до 133 с половиной берем сейчас самый такой кастомизированный профиль да вот они выключаем это будет наш саппорт так ну в общем пока удерживают в этом коридоре выше госпрома есть шанс и смотрите в какая была дельта с 1630 вот как раз удержали сегодня и так даже невооруженным взглядом видно что с 11 часа особо про шорты никто и не думал это скорее всего вот эта мелкая дельта на шорт это по большей степени сброс позиций то есть уверенный рост и уверенное размещение по дельте вот четверг действительно только отличился по шортам а так принципе кроме понедельника если брать вторник и среду они тоже были неплохо по динамике но в общем единственное обратите внимание на вот этих красавцев прям одинаковая дельта там наверное объем одинаковые 148 100 и 137 но дельта прям вот под линейку то есть объем у них был примерно 50 тонн и вот там мелочь добавилась еще либо 55 скорее всего была ликвидность нашел и там особо противовеса видимо не было либо сбросили просто по два-три раза одинаковым вот уже он дай пакетами одинаковыми значит по неделе опять же подчеркнул 130 не спойность 32 важный коридор поддержки потом ядро недели у нас 132 и 3 по это вот коридор ядро вот здесь вторник среда четверг и даже пятница немножко ставил объемов и выше этого ядра закрывал закрывает пятницу отлично собственно даже отработали то есть все как бы неплохо смотрится на покупке барами нефти не ниже 55 и это неплохо то есть даже не ниже 50 уже хорошо 134 встретили так не агрессивно но на всякий случай возьмите во внимание здесь а впрочем не особо обращайте внимание на туре тут 16 тонн против 30 1 1 1 на покупку по фильтром тут нужно наоборот поставить так ну там касаемо это сработало на максимуме две тонны против 16 соответственно по фильтру там все правильно так ну в общем такая динамика и тут сценарий один если удерживают байеры которые были здесь в этом коридоре и дальше этот диапазон то дорога только на 135 выше рубль ну в общем то вот кто виновен скорее всего в этих раскорреляциях на рынке виновник перед вами так возьмем у нас получается с сентября надо у нас цвить с октября обратить внимание с 97 дельты 97 тонн уже мы спустились на 30 то есть ажиотаж на шорты снизился вчера было 22 даже на покупку коридор основной по сопротивлению в ближайший если будет рост как раз вот с 59 350 можно брать и вот здесь даже чуть выше вот так потом три сессии очень так про проторговали неплохо вот этот коридор надо захватить ну так принципе закрывает неделю на самом минимуме поэтому есть шансы даже что не пробью даже 58 800 посмотрим как там спот час торгуется если там есть предпосылки то можем принципе не переживать могут вполне сигануть еще ниже так вот еще один уровень возьмите все девять двести обратите внимание что шорты шли вчера нами у меня и по этим же ценам прямо под линеечку 58 620 также идут агрессоры нашел по равновесию 59 60 и вот 60 дельта это видимо их 50 60 тонн банковский эталон и так сегодня бросили 34 тонны и 27 до 25 22 хорошенький пакет принципе до 830 прям стоит за селлерами потом такой перекос еще 58 710 58 620 и тут можно прям до да да до девятки это 58 58 отлично даже прям созвучно так 58 58 по 58 620 даже можно по 630 там 45 тонны 39 принципе подходит ставим там 16 00 по 5 до 25 или нет и вот тут по мелочи фильтр сработали там не особо много сори 58 59 и по вот этот уровень 30 тонн 58 630 сопротивление цена пока торгуется ниже данного диапазона и тут смотрим видите, на минимуме 13 тысяч против 8, 9 против 6 то есть, ну, целеры есть, как бы нехватка целеров тут пока не ощущается по байрам тут поровно 4.8, 4.8, поэтому поэтому смотрим сейчас спот по идее там должна быть да, есть интересная дельта, вот они идут два дня за неделю были отрицательные видите, смотрите, вот если грид включить по неделю это первый раз, наверное, за последний год чтобы два дня за неделю сделали шорты вру, вот, был у нас в начале сентября да, 3 дня было из 5 но вот тут два дня неплохих на самом деле там такие себе, но здесь получше 165 тонн и 92 так что кто недавно присоединился к нам это спот котировочка если никто ничего не менял да, Томик, то Томик видите, неделя начинается тут когда никогда попадаются такие дельты а тут прям два дня из 5 так что мы фиксируем значит, в прошлой неделе кто был 17 число пятница там отличилась и понедельник и вторник в принципе там особо не поменяли курс 59,25 17 числа и нет, там повыше берем 100 да 59,5 вот они три дня там набрали шортов пошел разгон и добавили даже немножко надавили тут прям смело можно хватить захватить еще 58,5 в пятницу вот видите, набросили не зафиксили, а я думаю укрепили просто позицию и это тут бесспорно стоит зафиксировать вот 58,5 закрепились 168 против 83 тонн то есть два раза перекос сделали здесь 214 против 180 тонн и тут 386 389 поровну поровну практически поровну тут два раза тоже перекос был 102 тонны против 42 50 28 тоже перекос два раза и 200 на 160 тоже существенно еще было в четверг при плюсовой дельте общей так что здесь ну из всего коридора буквально здесь ничья тут немножко у байеров победа и даже на самой нижней цене видите 15 тонн против 12 опять же победа за солярный поэтому тут лишь бы не было подставы в понедельник каких-то там сбросиков стопорей и так далее до вот этой отметки в принципе может быть коррекционный момент либо сброс стопорей перед шортами дальше посмотрим такие ребята на рубле могут и на 59,2 откорректироваться ну в общем два дня из пяти последний раз было в начале сентября как раз перед взлетом и сейчас вот прошлой неделе было 84 тонна 17 числа как раз добрали и среда была на расширение и пятница вот пока закрепила 58,5 могут еще ниже сигануть там у нас по поддержке получается вот этот вот эту плиту мы возьмем и вот плиту эту ну эту мы уже пришли протестировали но вот 58 тут прям не вооруженным взглядом видно 58,58,15 в качестве саппорта если пробивает пойдем ниже так и 57,5 по 57,7 вот это уже такая не не вернее чуть-чуть чуть-чуть надо сместить да нет не надо ничего смещать суммарно есть так значит так и берем я бы даже 57,4 взял потому что здесь прям хорошенько так насыщено покупками ну 57,7 обязательно это саппорт ближайший если будет пробивать 58 потенциально могут в принципе почему нет так юрик я придумал как мне собрать вас в понедельник кто в понедельник после закрытия дневной сессии по FTS будет в чате в Wall Street Online рассмотрим как открылась неделя то есть грубо говоря сделаем премаркет на вторник по российскому рынку и заодно протестируем YouTube комнату трансляцию на YouTube Wall Street Online окей буду всем признателен кто будет и так еврик у нас взлет до 1.19 1.2 у нас таргет уже не является фантастикой тут в принципе недолго осталось по дельте увеличились шорты 3.7 2.8 ликвидность наоборот идет на снижение соответственно рост идет без подпитки и тут надо отключить сейчас все вертвы тестирую новые фильтры новые алерты на стакане можно ставить алерты они так достаточно для к примеру те кто торгует по ленте либо по стакану как только проходит 40 контрактов и 500 просто вот притык поставили крупную лимитку 500 контрактов но если такой проходит курьез то можно поставить алерт не пропустить такое движение с крупной лимиткой эти дельта здесь достаточно так жестко идет после 10 часов по чикаго это сегодняшний день 15 минут на таймфрейм на всякий случай кто не сориентировался максимум дня видите как по дельте идет рост а потом первый контрольный это был у нас утренний выстрел проверочный и все после 10 часов дельта на селере пока висят на максимуме это вполне выглядит подозрительно но давайте посмотрим на дневках более глобально на этот момент и так у нас дельта 3.7 почти к трем уже подобрались сегодня покупки закончились еще 21 числа по объему объем держится в рамках рабочего более-менее тут как бы без особых отклонений а вот по открытому интересу пока идут фиксации тут фиксируются два дня в общем итогово у нас не особо много объема на этот рост пришлось дельта на шорт только увеличивается открыт интерес падает в общем как минимум рост идет фантастический без ну это фантастика в общем такой рост без открытого интереса без объема и еще и дельта отрицательная то есть вполне может быть какой-то маневр и в понедельник мы увидим истинное лицо этой тенденции вполне могут вернуться на 1745 177 это у нас поддержка за вот эти 4 дня тут как раз раз два три четыре по 22 число открывали позиции в основном 22 приток был на 6 тонн индекс подсказывает индекс доллара падает на черную пятницу я уже забыл про черную пятницу рассказал в начале и все уже из оперативной памяти выбраться так открывали позиции еще вот на той неделе и само собой валюта будет динамичной после черной пятницы я думаю сейчас коррекция будет незамедлительна в принципе это даже можно использовать как тактический вход фундаментальный процесс как бы необратимый наугодние праздники оставить близким без подарков это же американцы очень любят Black Friday наверное на уровне Рождества 29 и вот он у нас этот коридор даже можно взять да так и будет вот здесь массив плотно идут и покупки даже чуть выше там 167 тоже с покупками 168 с покупками оставляем как поддержка здесь смело можно рассчитывать ну S&P в принципе выполнил норму обещанное он на рост отдал там не супер динамично но в принципе там особо и не на чем было расти так и саппорт вот здесь мы оставляем с 21 первого 17 45 соответственно возврат к 1855 и ниже это как раз будет хорошим маячком на то что Black Friday заканчивается и пора возвращать позиции обратно так соответственно если уйдут ниже 1855 покупки ну аккуратнее лучше даже на время сложить как по мне потому что там два дня причем коридор плотненький 1855 по 187 но тут дельта неплохая пришлась на четверг и пятницу так фунт сейчас быстренько затянул немножко сегодня сейчас мы так на фунте системно идут аккуратно равномерно я бы назвал этот тренд равномерным по ликвидности уже как бы топливо не так поступает в топку то есть тут мы шли ровненько на одном и том же обороте а здесь уже особенно два дня праздничных ну и предыдущие могли быть по ликвиде на самом деле но видимо участники рынка не у терминалов были в эти дни а у кассовых аппаратов торговых центров тренд пока есть поэтому если будут уходить ниже вот этой массивности сейчас мы выделим на неделе ключевой диапазон по объему и по дельте сразу двух зайцев можно убить кастомизированным профилем ядро начинается с 3124 по 327 здесь распределение дельты вот на макушке брос 33-55 достаточно мощную дельту тут бесспорно надо отметить и вот плотная составляющая как раз между дельтой на покупку на 33-39 фиксируем идут ниже трех троечек могут начать раскачивать лодочку на шорт вот то есть тут получается поддержка единственное еще в 33-й остается две сессии там ликвидности немного поэтому посмотрим сейчас по открытому интересу насколько у них там все серьезно но фиксируют сегодня это меньше приток сейчас посмотрим сколько в итоге у нас набежало за этот контракт ну было и побольше в общем 169 172 да даже позиции еще открыты неплохо в принципе из 5 дней у нас прирост открытого интереса идет 3 дня то есть неплохо неплохо прирост был отсутствует прирост это просто на небольшое количество как оказалось то есть я уже подумал действительно прирост позиции то есть открывали сделки по сути 20-го числа 172 тонны и 172 видите прям под линейку среда четверг то есть притока позиции нет соответственно идем без топлива и потенциально если сиганут ниже 324 с покупками лучше подождать и рассматривать это все дело на шорт лучше 319 и VWP у нас расчет ну да вот мы к границе пришли уже по фунту вот она идет а вот VWP то есть отработали свою норму и пора уже возвращаться на исходную ну если 324 удержат будет в принципе еще терпимо то есть хорошо если продавят то мы будем здесь вот так по VWP строиться и собственно индекс доллара давайте посмотрим что там творится на торговых центрах Америки Европы и тут у нас открытие позиций буквально вот сегодня и вчера вернее в среду в четверг это я переводу фиксы идут небольшие на самом деле вот а нет тут серьезно зафиксили для для индекса доллара по ликвидности чуть-чуть ниже нормы отличилась больше всех среда тут 24 тонны с копейками наоборот ну и самое динамичное давайте посмотрим на самые популярные цены так серьезный был перекос еще понедельник но его уже особо не используем потом 93 4 1700 1300 вот неплохой перекос 1130 на 329 цена пока даже ниже этого уровня болтается поставим на всякий случай если будет жестко защищать уровень соленой то могут не выпустить выше 98 ну по крайней мере ближайшее время и 93 15 тут 1600 против штуки 100 часть отыграли в четверг и чуть-чуть добавили селлеров пятницу ну точно надо взять 22 среда тут включилась и 93 это я ошибся нет 93 и 75 а да 93 и 75 да все правильно понедельник там отличился по объему видите как макушка дня 1300 1300 и точно так же сделали на следующий день 800 800 так самая объемная сессия среда 16 почти 17 сегодня вчера было слабенько и вторник было слабенько 92 и 8 достаточно неплохой перекос почти в 4 раза перевес за селлерами и тут как бы селлеров так сказать что нехватка селлеров на минимуме пятницы тяжело сказать по дельте в трешечка была в среду это заслуженно и сегодня вот по нулям соответственно так как короткий день и так далее и биржи закрыты были и black friday будем ждать будем ждать понедельника как они после этого всего безумия очнутся и начнут исправлять ошибки я думаю так нефть смп да будем заканчивать по селе у нас 58.8 сейчас баррель нефти стоит почти 0.7 ну не почти 0.7 процента прирост за сегодня и динамика на этой неделе просто колоссальная по сценариям индекс ртс газпрома тут как бы много вопросов остается почему тут не постоянно на ртс идет рост вместе с газпромом прям динамично чтобы поддержка по сельке это в принципе подойдет многим кто торгует и ртс и нефть и некоторые валюты итак 90 ой не дай бог конечно 90 долларов за баррель 55.8 56 поддержка это еще 100 недели потом плотненько поддержали 56.5 56.8 тут неоднозначно хорошо видно уровень удерживали 57.9 58 дельта увеличивается с каждым днем это хорошо для роста то есть чем выше тем больше нужно объема чтобы удерживать спрос и 5 3.8 это америкосы любят 3.8 просто прям на S&P сплошь и рядом у них это самое любимое после 3.6 цена там 3.8 отметки вот такие поддержки сопротивления я бы даже ну нельзя выделить так как в ближайшее время там особо и не были а вот с поддержками тут все понятно разместили пакет основной возле 58 саппорт идет чуть-чуть выше и очень неплохо так на максимум недели на максимуме контракта и так далее пакуют площадку в районе 58 8 тут все цены начиная вот с этого уровня идут победы за байером то есть каждый каждый прайс забивает байер и так тут 25 20 20 12 15 4 7 18 20 с небольшим перекосом но в любом случае тут победа на каждом тике кроме вот этих двух ребят а так весь коридор они забили просто по-настоящему дельта процента перекос видите 3.4 3.3 2 дня подряд идет перекос по дельте для сравнения просто чтобы видно было когда такие бывают перекосы вот 5.4 было 14 11 десятка было ну это не уберется в расчет третьего вот у нас 6 процентов 3.5 тонны с объемом 56 то есть они не так часто проходят с таким перекосом а тут два дня еще небольшая прям надежда но на всякий случай тут просто хорошенько старались вот верхушка четверга и сегодня там набросали 58.4 58.5 золото когда-то был достаточно волатильный инструмент очень хорошенько очень хорошенько его можно было использовать как раз когда небольшие торговые счета для волатильности там была дружелюбной к трейдерам с небольшими счетами которые не особо используют плечи то есть более безопасно торговать можно и тут площадка 12.80 уже позади мы торгуем сейчас золото за трость кунцу 12.87 6 неделя была динамичная на рост но топливо видите два дня не поступает три дня был неплохой как бы по динамике рынок с 20 числа тут 280 272 366 тонн поддержка просматривается как раз в районе сейчас мы отметим более точно чтобы у нас все было как в аптеке так вот эти плотные коридоры поддержки 12.78 по какой там день я брал 14 14 по 12.81 с половиной даже чуть-чуть можно больше взять 40 так возьмем плотенько и потом идет у нас коридорчик в районе вот сейчас где торгуется плотненько тут с 86 по 88 2 бакса проторговали и тут и тут и тут на этой неделе ну в общем любят они этот коридор и потом возьмем еще 92 тут с 20 числа как бросили 15 по точку в точку под открытым интересам чтобы сильно не строить грандиозных планов идет фиксация сейчас мы переключимся на февральский контракт начала и по дельте проверим все ли также как на декабрьском объем по объему у нас идет по 25 тонн а на декабре 270 да еще декабрь не ушел но позиции фиксировать видите по открытому интересу тут то неделю практически прирост открытому интересу не идет 207 потом 165 164 вот здесь такой сильный перекос по фиксации был поэтому дельта которая здесь на покупку это фиксы в общем вот такая активность по золоту еще как обещал захватим еще поддержку вот эту пока удерживаются выше ядра вот плотная но тут скорее всего я думаю ядро сформируют уже перенесут на этот уровень сопротивление крайне агрессивное тут прям пять раз уже встречали причем как только подходит сразу как медведь лапает рыбу ловит бах бах 92 в общем 90 92 тут прям до 93 с половиной осторожнее медведи сидят еще те так берем тут тридцаточку ставим пятница у нас на шортах и вот 20 21 тоже там встретили агрессивно их и напоследок snp так 90 дневная сессия и так в общем то прошлой неделе была такая реверсивенькая у нас как видите отличились четверг и среда продолжили это все дело на этой неделе как раз два дня хватило как обещал толкнули даже выше 90 20 90 и 2601 при всех раскладах черной пятницы даже вон 2601 супер то есть рост принципе вот перед черной пятницей так стабильно без особых нареканий вот 15 число вот можно брать как точку отчета если брать с 25 10 бы были периодические сбросы по стопорям вот сбрасывали три сессии подряд тащили вниз специально чтобы байеров всех скинуть которые заходили в районе 25 70 а так вот стабильника с 15 числа как раз середины прошлой недели халявный кэш можно было забрать перед black friday причем тут как бы подойти все все по-честному было так теперь давайте выделим коридорчики которые нам нужно за фиксировать и мониторить на предмет защиты поддержки так далее по объему смотрите ну части недели такая слабенькая вот на ту неделю видите как они стартанули перед black friday три дня было пол полтора по полтора миллиона 9 числа было два ну берем этот маневр прошлой неделе обязательно в качестве поддержки его отработали и здесь еще массив где он там вот значит первый первую поддержку пока порт продавили вот понедельник они прям самого нижнего уровня стартанули наверх фиксируем давайте возьмем с кастомизированным профилем выделим более точно это первый саппорт у него два дня ну не два дня удержали очень потом 25 80 по 25 85 ссоре я тут заметил и там дальше уже потише будут лишь пробив максимум 94 вот здесь у нас плотненько идут бояры причем очень плотненько как видите на той неделе так активно не было поэтому могут еще могут еще дернуть наверх потенциально вот отталкиваясь от этих уровней будьте внимательны значит 97 25 по давайте уже округлим 26 00 ядро было 25 99 с половиной 25 98 с половиной и еще один такой маленький саппортик 95 75 могут реально удерживать если не пустят ниже 95 75 потенциально есть еще возможность увидеть движение на север в общем не исключено и вполне до нового года могут удерживать еще такую динамику объема конечно немного так как тут black friday все трейдеры торговых центрах сейчас бегают ну в общем то самый ключевой саппорт это непосредственно площадка прошлой неделе 25 67 25 71 с копейками всем спасибо кто выдержал до этого их минуты обзор спасибо что пришли спасибо что не забывайте смотрите и на ютюбе сегодня завтра будет запись кто не успел либо же не смог посетить обзор понедельник в конце торговой сессии дневной порт с в чате в скайпе жду всех кто не против рассмотреть рынке примаркет на вторник ну и плюс протестируем комнату по youtube новую для волстит онлайн хороших выходных с наступающими и всего хорошего до свидания пока